На 136-м километре трассы республиканского значения Подстёпная, Фёдоровка, граница с Российской Федерацией, произошло дорожно-транспортное происшествие. Один из участников, 30-летний водитель автомобиля марки Рено Логан, скончался на месте. Подробнее в сюжете. Очередное ДТП в Бурлинском районе. На этот раз оно произошло в Блестелаже Суат, на трассе, ведущей из Уральска в Илег. Автомобиль марки Рено Логан выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки МАЗ. Есть жертвы. Как вы видите, асфальт здесь скрыт под слоем снега и наледи. По предварительной версии следствия, Рено Логан занесло на трассе. Водитель не смог справиться с управлением, и автомобиль вылетел прямо под колеса несущегося водовоза. Водитель МАЗа пытался увезти свою машину в сторону, но столкновения избежать не удалось. В результате обе машины слетели в кювет. У МАЗа небольшие повреждения кабины. Рено Логан восстановлению не подлежит. По данным ДТП, произошедшего на трассе под Степная Федоровка, граница с Россией, назначены судебно-медицинские и судебно-трассологические экспертизы. По их результатам будет принято решение по данному уголовному делу. Также, так как ответственность за содержание данной трассы несет подрядчик Казавтожол, отделом полиции района он привлечен к административной ответственности по статье 630 КОАП. На него наложен штраф в размере 15 МРП. За истекший период 2019 года на дорогах Бурлинского района произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пять из них со смертельным исходом. Картина более чем оптимистичная, так как в прошлом году было зафиксировано 21 ДТП. Из общего числа происшествий, что случились в прошлом году в Бурлинском районе, 50% пришлись на зимний период. Стражи порядка предупреждают автовладельцев об ответственности за использование ненадлежащих шин в зимний период. Но нельзя забывать и об ответственности тех, кто обслуживает наши дороги. Мария Пирог, Александр Овчинников, Талгат Муканов, телеканал «Акжейк». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова